Ну что же, дорогие зрители, мы возвращаемся. Достаточно быстро у нас пролетели пики, Ролл Невер Гим А против Кинг Гейминг, у микрофонов Мила и Смайл, вторая карта, и пики баны передаю тебе Смайл. Да, ну опять, вот смотри, Кинг Гейминг очень мощная стратегия, да? Вроде есть нага, под эту нагу есть крутые герои, туда можно и шейкера запустить без даггера на каких-то там ранних минутах, ну если он его не сможет дофармить. Опять же, великолепная комбинация под Джакиро, под Айспас, потому что там блокинбарных героев мы сейчас вообще не видим, Бэйн не собирает БКБ, Трент, Клокверк тоже без блокинбаров будет, Вантом Лансер тоже, как герой не любит этот блокинбар собирать, поэтому комбинация эта будет работать очень круто. Ну вот как будет исполнение от Кинг Гейминг, опять же, очень трудно ответить. Трент, Бэйн, Клок и Лансер, всежирные персонажи, Клок будет трешкой. Бэйн-суппорт, Трент там с Клокверком где-то будет пытаться воевать, пытаться разминать этих персонажей. В общем, ну как по мне, снизу драфт сильнее. Я с тобой, кстати, полностью согласна, мне тоже пик у Кинг Гейминга очень нравится, ты все правильно сказал. Во-первых, Нага-Сирена плюс Джакиро, это давно была очень хорошая комбинация, что-то Аля Нага-Сирена и Дизраптор, когда сон, и Дизраптор, и либо там Джакиро может хорошо разложить свой ультимейт, айспас опять же тот же самый. Бэйн-суппорт, бэйн-суппорт. Кинг Гейминг показывают Шейкера и Royal Never Give Up, они настолько уже как бы уверены в себе, что они берут ПЛ все равно. Ну то есть обычно мы такой ситуации не увидим. Против, опять же, отличные моменты, сказал, что все четыре героя не любят собирать БКБ. Ну вот просто не один ПЛ, я даже, ну даже в каких-то критических ситуациях, это, наверное, очень редко, когда ПЛ с Блэкенбаром. И здесь как раз БКБ смотрится очень даже неплохо против Наги, Джакира, Шейкера. Ну разве что без мастера, все равно по большей части. И в итоге вроде бы и дефа отличная, и инициация, и контроль у Royal Never Give Up через БКБ просто шикарный. То есть и Глокерк вырывается, и Бэйн, и Финкс Грипп, и Трэнд. То есть все есть, что нужно. Но если, опять же, Кинг Гейминг также отстоят свои линии, если они, опять же, ничего не смогут сделать просто по личному скиллу, тут уж... Да и Шторм Спирит тоже отличный, то есть Бейсмастер где-то инициирует, Шторм Спирит с большого расстояния вырывается, огромное количество урона. Не знаю, мне очень нравится пик у Кинг Гейминг, но... Ну что, ну что, на что пик? Ну что решает пик, когда просто по личному скиллу Royal Never Give Up? Здесь прям на голову сильнее пик, опять же. Осталось 10 секунд. Шукунку убрали. Твоя шторма нужно как-то ловить, опять же, тебе нужен какой-то активный персонаж сейчас в мидл. Кто этот активный персонаж, по мнению Royal Never Give Up? Войт Спирит. Шрак. Теперь вы можете выбрать своих героев. Кстати, Войт Спирит мне очень сейчас нравится. Мне так нравится, когда вот игроки, которые уже сыграли на нем, знаешь, там пару сотен матчей, и ты просто смотришь одно удовольствие, особенно там через Аганим, то есть ты сразу врываешься, Сайланс, такая хорошая инициация, и, в принципе, там слава достаточно долго. Ну вот решили с Шраком попробовать. Всегда приятно наблюдать за игроком, который там не первый раз пинает футбольный мяч, который уже отыграл там тысячу матчей, да, футбол. То же самое и здесь. Да, но просто вот Спирит он еще, знаешь, такой новенький, он еще все-таки в отличие там остальных, там, мипарей, тоже приятно, конечно, смотреть, но ты уже видел крутых мипа, потому что их было слишком много, ты уже видел там крутых инвокеров, уже это все увидел, а вот Спирит, он еще такой, знаешь, еще необузданный такой интересный, на самом деле, персонаж. Красивое на нем исполнение, потому что он очень кнопочный, там, допустим, в отличие от того же мипа, но он не слишком кнопочный персонаж, да, его просто контролить хорошо нужно из того, что много героев. Вот, а именно сам Войт Спирит, вот его нужно чувствовать, тебе нужно... Да, сам способностей. Там ману рассчитываешь и так далее, вот как ты, когда ты можешь убить, там, на 200 маней ты можешь пойти вперед или не можешь пойти вперед, и вот то же самое Войт Спирит, его очень чувствовать нужно и все просчитывать. У тебя в голове на автомате это должно быть, но, соответственно, автомат это вырабатывается после большого количества сыгранных матчей. Все, все верно. Ну, Распирита мне напоминает, на самом деле, вот Войт Спирит. Ну, мне оно очень нравится. Он такой, особенно если вот уже человек чувствует этого героя очень... А, Кале, я понимаю. Нет, все, Кале какой-то не совсем Кале. Ура! Ганг Кале. Ганг Кале, это теперь буду знать, что Ганг Кале это ошибочное Кале. Мы с Кристалом периодически сидим, да, и просто переводим иногда фразы всякие разные, которые... Мы с Сан Мэйтом так делаем. Это очень забавно. Особенно забавно, когда там очень много всего, знаешь, иероглифов написали, и ты сидишь, и Митя такой... Нет, я все-таки добьюсь правды. Я узнаю, что это значит. Это всегда очень весело. Ох, так, давай смотреть. Ну, во-первых, Нага Сирена пошла на бот. Соответственно, она снизу и будет стоять. Сверху у нас, ну да, Бессмастер, наверное, будет вместе... Наверное, чуть ли не в Соло он будет стоять. Мне кажется, Нагу тут не оставят под Джакира. Мне кажется, тут побольше персонажей будет чуть ли не Бессмастер-Соло. Хотя Бессмастер сейчас делает движение... Секунд до начала сражения. Ой, кажется, у нас в фэнтези испытывает определенного. И они, видишь, еще оставляют. Ай-яй-яй-яй. Кстати, на самом деле, они сейчас из Шейкера могут слипать. Вот опять. Фюзблат просто. Ты отдаешь фюзблат. Но это еще не критично, потому что все-таки Бэйн забрал. Вот ты мог им давать, но ты его отдаешь. Бэйн вообще просто совесть потерял совсем. Начинается. Такой говорит, так, ребята, я сейчас зайду к вам. Просто пик справа, он не выигрывает пика слева. То есть, наоборот, пик справа выигрывает пик слева в 99 играх из 100. Ну, в общем, мне... Ну, это та сотая игра, которую, возможно, он и не выигрывает. Но все равно. Я вот здесь в этой на карте ставлю на кино, что вот они здесь должны выиграть. Может, все-таки они расслабятся здесь, ранжи, да? Да они расслабятся просто. И герои у них сильнее. И по драфту они тут сильнее спорятся. Но, опять же, сейчас мы увидим вот такую ситуацию, что пятая минута у тебя 3-топа Ухнетворца, у ребят из оранжи, и на этом все закончилось. Знаешь, пока шторм спирит четыре крипа добил. Все, да, девочку. Прям все, и так... А у Лишачка-то... А, я поняла, почему. Я поняла, почему. Шейкер, да? Шейкер только пришел. Шторм спирит он просто добил. На своем опыте. Все, но Лишак тоже неплохо фармит. Сейчас пятого тут добьет. Попытался это сделать, но очень важный карибул. Курьер убил у нас сил света. Красиво вернулся Блатт, на самом деле. Клок, Бэйн против Наги и Джакира. Но, на самом деле, тоже сильный лайм. Можно слепануть и там в коробочку подзажать. Бэйн наверх, телепортируется. Попытка здесь убийсть, но Шейкер тут как тут. Шейкер очень много передвигается. По линиям на боте побыл. В мид перешел так немножко. Шторм спириту помог. Ну, вот теперь еще и... То пей заставляет перетягиваться Бэйна. А-а-а-а, вот они просто свапнулись. Тренд пошел на бот. Да. Понимаю. Бэйн после Физблада сразу моментально взял себе ботинок. Приятно как раз для Бэйна. Вот такой неплохой мовспид. И он может вот хит-н-ран делать великолепно своей большой тычкой. И вот эти статы его хорошие. 2-2-2-2-2-2. Тут пытается он Шейкера. Перед динайд. Получается. Одного крипа забирает. 32. 2 голды. Всегда приятно. Тем более саппорты сейчас. Такие как Бэйн. Которые они... Фраги очень мало получают. На самом деле. Там Шейкеры еще какие-то. Которые врываются. Они могут что-то там подсилить. Бэйн все-таки он более такой... Он дал ультимейты Умбер, в принципе. А здесь ему... Шейкерам приятно. Ну не Шейкерам Бэйн. Приятно какие-то вот эти начальные фраги. Килы там получают. Начальные, да. Но ты все равно все-таки в таких про-играх стараешься оставлять. Курьер сил света был убит. Так. Второй курьер пошел у нас. И вот пошла... Пошел замес. Неплохо на самом деле. Здесь Клокверк. Можно попытаться было на развороте подраться. Но там еще был Дуэл Борис. И решился. Клокверк. Фэнтези. Тут сбивает. Пытается корни сбить. Да, у него практически получается. И чуть ли не на Джокиру можно было выйти. На самом деле. Хорошему спид. У него сапог. У Джокиру, да. Нет, у Джокиру нет сапога. Нет, я про Трента. И про то, что все мы знаем, какой урон с руки наносит Трент. Поэтому даже такой плотный герой, как Джокиру, он страдает. Трент. Корни наверх накидывает. Линкармор. Супер. Второй уровень. Треть бы получить бы. И после этого прожать бы сразу Брэйнсап. 160 хп. Приличненько. Не 160, 200, то есть. Ну, знаешь, на самом-то деле у Пэлла все не очень хорошо. 11 скрипов. Наги Сирены и то побольше. Хотя Наги Сирены там дерется постоянно. Должен сейчас выровнять ситуацию. К примеру, чуть-чуть. Транжевиков нельзя пропускать ни в коем случае. За них там. Ну, добьет. У Пэлла крайне, на мой взгляд, приятная анимация атаки. У Пэлла да, но у Бессмастера не хуже. Тэд Бессмастер играет у нас через Макшиных зверей. Поэтому топоров здесь не будет. Хотя приятно было бы вот какой-нибудь Солринг взять и здесь добить. Так, у нас у Джекера проблемы, но тут как проблемы. Умер, как говорится он. Не знаю, это уже не проблема. Это уже констатация факта такой ситуации. Ну, как говорится, Нага фармит. Поэтому, может, не настолько критичный момент. Хорошо, Сэмидл стоит против шторма. Опять же, Лишак не проигрывает этому шторму. Хороший герой против шторма. Тоже может коему дать. Это именно пока они стоят один на один. Это да, но я хочу отметить, что все-таки, что он быстрее лиса потом будет фармить. Особенно, если ему какая-то руна полезная. Регенчик, например, какой-то выпадет. И вот он пойдет тогда из леса выносить свои артефакты побыстрее, чем тот же самый Лишак. Но зато Лишак может с командой попробовать пойти и подпушить. Лишак тоже любит подфармить, на самом деле. 2-0. Сейчас на меде. Шторм. Пятый уровень. Шейкера будет спасать. И отличное перемещение от Шейкера. Вот это просто максимально хороший тайминг. В это время Шейкер забирал баунти руну. И он как раз выходил в мид. Потому что Лишак получил шестой, а тот же Шторм нет. И это был идеальный тайминг для того, чтобы Лишаку напасть. И как раз Бейн перетянулся. Поэтому очень повезло, что Шейкер прикрыл своего тиммейта. Такой ситуации. Напряженный момент для него был. Клокверк пятый уровень. Скоро шестой. Вот с шестым уровнем, я думаю, какая-то будет инициация. Но он Джекира, он точно в соло убивает. Вообще без проблем. Но Джекира его не должен интересовать. На самом деле, с шестым уровнем он может и с Нагой пообщаться. Джекира такая анимация, что он ничего закастить не может. Когда на него Клокверк нападает. Ну да, тут у него не особо много вариантов слышать. Ну, можно на Джекира как-то подкачаться, а потом уже, как говорится, с Нагой разговаривать. Фантом Ланцер как ПЛ тут реабилитировался. Ну, знаешь, нет. ПЛ 27 крипов меньше, чем у Клокверка. Поэтому у него пока не все хорошо. И пошел, пошел вот Клокверк. Сейчас вот как раз будет этот самый Хукшот и Фэнтези. А вот и Шейкер в Шейкер. Если они заберут Джекира, это факт. Но то, что они заберут Клокверка в размен, это уже и другая история. Все-таки... Это не четверка, а тройка. Вот абсолютно верно. То есть Джекира, извини меня, там третий уровень, а Клокверк шестой. И опять же перетяжка. Но пока мне очень нравится, как себя ведет на этой карте Шейкер. Очень хорошее перемещение. Да, вроде второй уровень. Но все равно, книжку он добавит к себе рано или поздно. Главное, что он помогает убивать своим кором. Главное, что нага фармит. И защищает своих коров. Это тоже мало... Это важный фактор. То есть вот это перемещение в миде. Это то, что он рунки украл. Не дал Лишаку там в Боттл забрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это видишь, что ли, Шак? Да, да, да. Они просто запалили это. Ой, это просто... Ну, это настолько, знаешь, вот этот момент. Вот в этой область делать стаки. Это как будто ты говоришь. Ребята, знаете, заходите. Я тут для вас приготовил. Ну, это же очевидно. Здесь же постоянно какие-то военные действия происходят. И просто вот этот момент. То есть, ну, Шторм сейчас пришел. И думает, за что? Да со что? И он качал Ремнант. Он его максил. Так, у нас нападение на Пэла. Конечно, они вот Пэла заберут за эту наглость. Но, тем не менее, это все равно явно... Лишак очень сильно бустанулся из этого просто всего. Я не знаю, сколько он заработал. Но то, что у него первое место по Нетворсу, нам уже говорит, что с деньгами у него, как говорится, проблем нет. Да, он явно не на первом месте. Ну да, да. То есть, 3500. До этого момента, я уверена, что Шторм с ним, по крайней мере, наравне шел. Хотя у него, по-моему, еще и ФБ... А, нет, не Лишак, ФБ забрал. Простите, пожалуйста. Все. Все, выняла. В итоге, размен наги Сирены на Пэла практически одновременно. Погибли два Кора. С одной стороны напали, с другой стороны напали. Формят они, кстати. Может, даже нага чуть-чуть быстрее, чем Пэл формит. Ну, опять же, нападает у нас вот в виде Клокверк. Все больше и больше грязи на Джек... Джекиров просто очень сложно будет. Я не знаю, как ему тут... У него еще без сапога против Клокверка. Силы тьмы используют сканирование. Пока неприятно. Наверх на Бессмастера нападает Бессмастер без ультимейта. Должны его тут забирать. Еще тут, ну, четыре героя телепортируются. Ну, не должны его отпускать. Еще Лишак, что прилетел. Клокверк, хукшот не пожалел. Зажали с танчика для Лишака. Ну, просто все на этого самого Бессмастера. Как же Шторму сейчас не хватило. Вот как раз этих стаков. Сейчас бы уже шел в сторону какую-нибудь Кай бы. Было бы очень приятно для него. Септембр. Закуливает здесь. Тут и Шейкер. Тут все четыре персонажа. Тут и Лишак подходит. Вот, на самом деле, можно дать станчик. И попытаться сжечь это все. У него четвертый... Сколько же сейчас вообще вытанчил тренд, на самом деле. Да, забрали они Джакиры еще в разме. Но вот Бессмастер с рором на Лишака. И вот слишком далеко заходит в эту ситуацию. РНЖ Лишака нужно забирать. Бэйн пытается сделать телепорт. И телепорт-то он делает. Во-первых, у него там не было маны на Финсгрип. Были стики. И подсейвить он никак не смог Лишака. Но очень агрессивно вышли. И тренд изначально много втанчил. Я подумала, что сейчас как раз наоборот. РНЖ смогут в этой ситуации для себя хорошо подраться. Но Клокверк был далеко. Лишак уже был покоцанный. И вот этот момент он, в принципе, и разрешал. Нага Сирена оформит леса. Тем же самым занимается у нас Фантом Анцер. Хороший фраг сделали на Лишаке. Но преимущество тысяча. То есть не такое преимущество, как на предыдущей карте. Опять же, пики-пики. Вот сейчас кины своим пиком начинают что-то делать на самом деле хорошее, полезное по карте. Кстати, тут еще Шекера скоро шестой уровень. Вижен, Баунти забрали. Надо давить. Немножко подлагивает, ребят. Я понимаю, что у вас много подлагивает. Забрали на Агу Сирену. Неприятно. Неприятно. Ну ладно, еще не критично неприятно. Септембр фраг забрал. А вот сразу ответочка, Клокверк погибает. Но Клокверк иногда немного все-таки разного уровня героя. Хотя по третворцу и не так. Вот Айспас, на самом деле. Потому что рано или поздно будет вот эта драка под Нагу Сирену, под ее слип. Когда он слип нажмет, туда все телепортнутся. И вот Айспасик если положить под хороший угол, чтобы цепануть там двух-трех персонажей, а то и все пять. Ребята, еще раз я озвучиваю это еще раз, потому что это не стрим лагает, не трансляция лагает. Это просто китайские сервера, и они очень часто вот так вот подвисают. Поэтому, к сожалению, с этим мы поделать ничего не можем. Поэтому можете про это не писать, заранее озвучиваю этот момент. Ну, такое случается. Вроде предыдущие карты у нас хорошо все прошли, а вот эта вот такая браковая. Она раз на раз не приходится. Вот мне тоже это все лагает. Я думаю, в любой, кто зайдет и там смотреть через доту, у него тоже будет абсолютно так же лагать. Это не от нас зависит. Да, к сожалению. Чайно телеком она или что-то. Ой, кстати, подожди, а, фенгрипа нет. Фенгрипа нет. Но есть корни, а если будет и Клокверка Хукшот, то это отлично. Очень красиво сыграл, плюс в это время отзонил у нас Лишак Шейкера. Точнее, Шейкер пытался наверняка отзонить Лишака, чтобы он не подошел, не дал сюда стан. Но здесь, видишь, большое количество вот таких вот неприятных дизейплов. Если Бэйн подцепил на Слип, то Клокверк отличный Хукшот. Дальше уже Корни Трента и Коген идеально. Плюс они, знаешь, что очень удобно, что они забрали и Шторм Спирита, и Шейкера, и подкрепили это все дело Таверу. То есть в миде это самый важный Тавер, который ты можешь забрать. Потому что боковые линии еще товара стоят, а в миде вы открыли себе доступ, и Клокверк теперь будет тебя комфортнее чувствовать, и больше инициации от него будет. Он понимает, что у него сейчас левел есть. Это такая приятная, на самом деле, очень приятная тройка в этом плане, что ему не нужно ничего. Кентаверу нужны, там, даггер, там, не знаю, какой-то кринсон, что-нибудь, что-то, пайп, худ, хотя бы что-то. Даггер встроенный. А здесь встроенный даггер, и ты по кулдауну можешь его реализовывать просто. И то он тут пока против этого... Вот, кстати, еще один момент. Посмотри на героев. Никто не соберет Фордстав. Когда у Джекера появится Фордстав, эта игра очень вероятна, что она закончится. Потому что Шейкеру, ему нужен блинк. Он явно не будет Фордстав собирать. Был бы Пупей на Шейкере. Он бы собрал блинк. Он бы собрал бы Фордстав. Ой, блин, Фордстав, прошу прощения, да-да. Конечно же. В центральную башню. И всех тиммейтов, которые играли на Шейкере, он заставил бы собрать Фордстав. Ничего страшного, нет. Ну вот, видишь, это Пупей. Пупей может тебе вивера пятерку взять и как бы выиграть. А просто, если руки прямые, то ты можешь с Фордстава нормально в драку заехать с ультимейтами. Это все-таки бы немного посложнее сделать, наверное, чем с бинка. Особенно если врыв, но да, ты можешь это сделать. Опять же, какой тогда смышл? Ага, клок вверх. Вот, кстати, хорошо подловили. Корни отличные были, но только под... Вот эти корни ничего не было. Кстати, еще... И вот Шторм начинает быть проблемой. Шторм огромная проблема, в принципе, в этой игре. Очень трудно его здесь ловить будет. У него Шкая появляется. Сейчас что-то не соло киллы начнут делать. Ланцер собрал себе худ, выходит в Манта Стайл. По-моему, Манта Стайл Диффуза. То есть, знака неровника, идут по фарму. Вот Лишак впереди планеты всей. Конечно, подключиться уже к тиммейтам своим, опять же. Потому что забирают имидл. Это очень жалко его в драке не оказалось. Просто, на самом деле, хп мало. У него вроде 1300 хп, он такой крутой, да, в травелах. Он в Иуле, у него там все гладко, все четко. Тупо один конкурсер, 8300 у него там имеется. Но он получает рор, и его съедают буквально за 2 секунды. Вот это огромнейшая проблема. Тренд еще против Наги. В этом плане очень хороший персонаж. Наверное, мы с тобой, по-моему, не отметили. Потому что Нага, она потихонечку так товара сносит. Она обычно там аккуратненько люди отправила, отошла. Этауар медленно, но уверенно проседает. А в этом плане Тренд подхиливает как раз вот этот вот его подпуш. И очень долго будут стоять. По крайней мере, должны стоять товара. Вот если все живы и здоровы, разумеется. А не как сейчас два героя погибли. Вместе там пошли с бисмастером, снесли вышку в миде. Тут все очевидно. Да. Тренд снизу стоит как раз. Как раз придется передвижение кинов в эту сторону. Ну, это стандартная игра от Трента. Просто будет по одной линии идти, постоянно подпушивать. Кстати, можно было на самом деле Нагу убивать. Просто сейчас у нее Монта появилась, и Тренд уже не настолько против нее хорош. Минус супер. А, ну, тут тогда Бейна убили, как говорится. На этом остановились. Пытается лечить. Вот видишь, он сколько... Так бы эта вышка уже давно умерла, если бы. Потому что Нага, она просто за Тавр зашла и просто здесь фармит. Это, кстати, очень большая наглость, на самом деле. Итак, у нас пошел замес. Шторм сильно очень проседает. Придется ему из замеса куда-то уходить. Начинает лагать. У Клокверка проблемы. Он под суммонами бисмастера сдувает. Тут ходит, наконец-то, Тренд. Отлично, здесь корни просто по шторм-спириту и бисмастеру. Шторм практически уходит, но все-таки догорает. Догорает от лишачка. Это размен у нас 1-2. Нага-сирена. Ультимейт и айс-пасс. А он ПЛ хочет. По ПЛ хотела. Но здесь Бейн заслипал ПЛ, поэтому в итоге у нас погибает еще и Джакира. И теперь уже на Нагу-сирену сейчас пойдет. Взбивают, кстати, Финсгрип, который Бейн давал в Нагу. Нага очень покоцанная. Нагу видно. Понимают, где она. И идет за ней ПЛ до конца. ПЛ минус. Теперь можно и за шейкером. Но уже, в принципе, ресурсов нет. На этом стоит, наверное, остановиться. Они так в линию красиво стояли. Вот смотри. Нажался слип. У тебя вот... Ты же видишь мои клики, да? На карте. Нет. А, вот сейчас я вижу, вижу, да. Вот один герой стоял здесь. Здесь стоял у нас Лансер. И вот два героя стоят здесь, вот рядышком. Вот просто подойди сюда на Джакиру и пусти вот так вот Айспас, и трех героев застанешь. Нет, надо сразу кинуть от Айспас, сразу отжать. Два героя не в Айспасе, один в Айспасе. Получает слип. Выживает. Он мог бы и нас застанеть? Он мог всех троих застанеть. Вот просто проблема была в том, что Бэйн засейвил ПЛа. И из-за этого ПЛа не получилось добить. И полностью вот этот замес, который должны были, на мой взгляд, да, разводить с такой позиционкой, с таким стартом. Потому что изначально Бэйна уже в замесе не было. У них получилось убить Лишака. Это было очень важно. И могли, на мой взгляд. Но вот теперь они отдали преимущество. Очень важно, что ПЛ выжил. ПЛ с этого замеса очень много взял. И умер Шторм Спирит, у которого был такой старт. Его сейчас немножко подостановили. Забрал бы несколько фрагов, выжил Шторм. И они бы, конечно, по-другому сейчас полностью были. Даже смотри, сейчас РНЖ ведут всего 1000 золота. 1000 золота для такой минуты это ничто. Но инициация, инициатива и вообще в целом. Ай, Шторм Спирита. И если будет какой-то еще, а он будет. Вот это плане Клокверк, ну, обожаю этого героя. Очень много таких загулов. Вот супер много. Шторм уже умирает третий раз на руне. Ну, в третий раз он умирает на руне. Я помню два, но не суть в том, что его... И правда, когда он его на топе подловил Бэйн через Слип, я помню, его сейчас, его также подцепили через Юл Шторм Спирита. И это вот такие смерти, которые Шторм Спирит просто не может себе позволить. Потому что от него... Вот у него как раз он только умер сейчас в замесе. Сейчас его подловили на руне. И просто посмотрели статистику Клока. Как же мне нравится, когда так вот играют активно на этом персонаже. Два-три-деси, да. Максимально. Вот он еще и фраги не забирает. У него очень многие фраги достаются именно там кором. Что немаловажно на самом деле. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. В общем, начиная свою доминацию ренжи. Просто вот на своем скеле, на командных вот этих взаимодействиях, на хорошем макро. Они просто пытаются вытаскивать эту игру. И у них получается. У них получается это делать. Сейчас опять же у Лешака появится Блокенбар. Вот это единственный, наверное, факт, которого сейчас не хватает для ренжи. Потому что пока получается Лешака зафокусить, два раза его получилось убить. Но когда появится БКБ, здесь не так много всего через БКБ. Ну то есть, опять же, за ультимейт бестмастера до БКБ смогут убить. А если БКБ подрубит Лешак, там уже будет гораздо сложнее все это сделать. Нага Сирена, она фармит. У нее, в принципе, Монта... Кстати, Монта у нее была достаточно давно. Это что-то должно лететь, видимо. А, да, Диффуза. Диффуза летит. Монта, Диффуза, 21 минута, тайминг отличный. То есть, она на втором месте по Нетворсу. Она даже, вот, смотри, опережает у нас Фантом Лансера. ПЛ пока без Монты. Но я хочу отметить, что Монты и не будет. Вот, если кому интересно. У нас будет Саша Яша. То есть, это тот самый ПЛ, который Саша Яша, Сатаник. Вот этот вот самый ПЛ. Против Шейкера, в принципе, наверное, это неплохой выбор артефактов. Но сами захотели поиграть против Шейкера с Фантом Лансером. Шейкер был на первый пик. ПЛ был на четвертый. Так что, все претензии именно к Пикеру. Это все равно неприятно. Много очень контроля. Клокер промахивается хукшотом. Обидно, но здесь еще можно подловить. И на хосте Клокверк просто разбивает вард. И самого Клокверка ловят. Но он поставил Коги. В любом случае неприятно. Еще Фиссуру. Но Клокверка так убить просто не получится. Единственный неприятный момент, что его практически полностью лишили маны. Ты уже вот не очень хочешь ждаться за хукшот в фулдауне. Маны не так много против Наги и Сирены. Пытается давить на Сранжи здесь. Опять же, очень круто. Сейчас по трэп протектор они могут двигаться. Под его ультимейт. Ой, ты посмотри. И его просветили. Он слился с елкой. Да, да. Он просто стоял за елкой. Он не увидел. И в итоге просветка минус. Есть еще у Джакира. Но в любом случае это неприятно. Он тоже какую-то ману потратил. И выиграл. Вот как только Бестмастер покажется, в этот момент должны были инициировать за счет Клокверка у нас РНГ. Но они не знают, где Бестмастер. Они не знают, что Бестмастер, видимо, улетел. И здесь как раз Рор. Рор и Шторм Спирит. И Шторм Спирит. А БКБ нету, да? Нету БКБ. Он как раз... К Сяофу. А здесь еще и Клоквер. Здесь еще и Клоквер. Так, забрали. Штормах, кстати, тоже могут цеплять. Бейн там на него идет. Он его примерно там должен видеть. Где-то в кустах. Вот, все. Замечает его. И у него нет маны. У него нет маны. И у него нет телепорта. Нет, подожди, подожди. Нет ничего. Стоп, подожди. Как этот момент произошло? Мне показалось, что он делал телепорт? Он делал телепорт сюда. Уже вроде. Куда-то сюда он делал телепорт. Оттуда, по-моему, чуть ли не на Тир-2 прилетел. И на фуллман вот как-то влетел сюда. Что-то из этой серии. Странно, мне на секунду показалось, что он как раз делал телепорт. Ладно. Да, он должен был сюда лететь. Они все снизу были. Он только что снизу был. Да, это нелогично, да, все верно. Он был снизу, и он на тренд протектора влетал. Мы этот момент с тобой обсуждали как раз таки. А потом наверх перевелись. Он там оказался сразу. На Шайн свой он не мог прилететь, потому что Аванпост был под контролем РНЖ. И, соответственно, на Тир-2, либо куда-то около базы. Я просто просмотрел этот момент. Да, я тоже не увидел. Но суть в том, что телепорта у него не было. И вот он, опять же, сливается, получается очень глупо. То есть забрали Лишака. Много на это ресурсов было потрачено. И без мастер. И вот опять Лишак резался. Ну, ой, какие же неудачи. Какие же тайминги. Поднимать с себя ветра. У него есть подхил. Если успеет хотя бы встать. Ну, слип на Трента. Можно было и без него. Кстати, у него есть корни. А Трент еще и уходит с дайгера. И ловит четверых в корне. Как же он сыграл. Только вот обидно, что команда... И ты понимаешь, что он еще видит Шторм Спирита? Он показывает его. И Шторм спирит его. Ну, а Бейн, Бейн, Бейн без финсгриппа. Без финсгриппа. Нет, нечем подловить. Значит, Клокверк уже потратил хукшот у Джакира. За которым он, кстати, до сих пор гоняется. Я просто подумала, что его уже убили миллион лет назад. Но на самом деле нет. А в это время Шейкер без ульта. И Пел такой 17 уровня говорит. Понимаю. Умирает. Ну, без шансов для него. Да, там еще и Джакира тоже догнали у нас игроки команды РНЖ. В общем, много фейлит на скины здесь. Ну, они в такой ситуации. То есть вообще вот этот момент с Трентом. Это настолько, знаешь, вот Трент очень грамотно все просчитывал. Вот когда он стоял в этой ситуации за елкой. Когда он сейчас на него нападал Шторм Спирит. И просто блинкаут в корне четверых словить. Очень красиво. То есть он готовился. И выиграл очень много времени. В это время влетел Клокверк. В это время им еще повезло, что они первого умудрились убить именно Лешака. Потому что там основной демо сейчас именно от Лешака. Но теперь Лешака будет сложнее убить. Теперь у Лешака готовое БКБ, которое летит к нему. И вот это то, чего не хватало Сетсу для того, чтобы в замесах выживать и наносить большое количество урона. По плотности у него все неплохо. Ну, не, он толстый. Сейчас Блокенбар им... Он не умрет за Блокенбар. У него как раз-таки еще Вэмпайр Фэнкс есть. Поэтому он отжирается хорошо, считай, такой заменитель Актарина. Да, и Тренд еще, если что, вот с армором его может подсобить. То есть в такой ситуации, на самом деле, у Трендам, у, простите, пожалуйста, Лешака все очень здорово. Сейчас, кстати, Ранжи, несмотря, опять же, на то, что по золоту у них не такое большое преимущество, могут попробовать подавить. Тот же самый ПЛ, он уже достаточно плотный. А, да, это полностью этот айтембилд через Апизал, через Сатаник будет играть. У нас Анжиняш есть, тоже неплохо здесь его будет сейвить. Сейчас какой-нибудь еще, может быть, найти ему какой-нибудь осколок, чтобы еще прибавился у него резист. Север? А, Север? Да. Ну да, это отличный артефакт. Ну, сейчас у него тоже Аквилла, на мой взгляд, неплохо. Можно, можно. Лансер со спины заходит, вот это самое крутое. Да, все, Клокверк уже начинает на Шейкера, Шейкером, как говорится. Попрощаемся. Попрощались, посмотрели, умер. Джекира в этом плане очень хороший персонаж, потому что он... Лишак догонит, Лишак догонит, догонит у базы. Не, он не сможет, мне кажется. А хотели идти, хотели идти до конца. У меня просто такой, у меня такой логотром начался, что... У меня тоже, у всех, но это пост. Ну что, будем комментировать слайды, нам не привыкать. Я скучала в этом плане по Китаю. Попробуй перезайди, на самом деле помогает. Ну, ладно, секундочку сделай, реконект. Может быть, я поправлю ситуацию. Сил света атакуют. Да. Пока тут ничего интересного не происходит, тебе скажу, если что-то будет. Радио Смайл. Давайте, давайте, Радио Смайл, поехали. Рошана пытается выйти у нас РНЖ. Потихонечку как раз-таки кинулись и собирается у Тир-2. Здесь нет варда, их не видно. И захотят, наверное, смог зайти. Попытаются отбить, но разбегаются у нас РНЖ от Рошана, прекрасно понимая, что вполне возможно и этот мув буду делать у нас скины. Лойт здесь Бэйна. Но Бэйна это не та цель, на которую хочется уязать у нас РОР. Реально не та цель. Сетсу здесь нападает, двух суппортов цепляет. В Коги еще зажимает. Вместе с ним Клокверк просто лишак в соло здесь разрывает. Ну и под Слип нужно здесь уходить, потому что трех героев тоже потерял. Бэйн выкупается. Бэйн пытается здесь цепануть Нага Сирена. Нага Сирена слип. Уходит здесь Нага Сирена, уходит здесь Шторм. Но такой отвратительный сейчас файт был для Кин. Очень круто. Было бы очень забавно, если бы это был лучший файт в мире, которому мы только прослушали, а не увидели бы. Ну ладно, забрали Бэйна на трех героев, Бэйн байбекнулся. Теперь для РНЖ это фри Рошан, потому что явно Кин Гейминг не могут тратить байбеки. Потому что Рор в кулдауне Нага Сирена слип свою потратила. И как бы это как раз... Вообще против Наги Сирены вот есть два героя, наверное, против которых максимально... Может, ладно, три. Три героя, против которых максимально неприятно заходить на Рошана. Это Нага Сирена, это, наверное, какой-то Войт с Хроносферой. И Шторм Спирит еще, на мой взгляд, потому что там может лететь и украсть Аегис по таймингу. Тоже, в принципе, неплохо. Может, там есть еще какие-то там тренды, клокверки. Но, тем не менее, Нага, это, наверное, все-таки топ-1 в этом плане. И вот против нее так легко забрали Аегис. То есть, кстати, я вот... А, вот думала, не дадут ли Аегис лишь Року, потому что именно в него обычно весь урон входит от Кин Гейминг. Так оно и выходит. А Нага, кстати, видишь, через Абисов сыграла. Это очень... Полегче стало или Лагая так же? Ну, сейчас это чуть-чуть полегче стало. Ну, возможно, это потому что замесов сейчас никаких нет. Вот как только начнется. Ну, надеюсь, что получше будет. Смотрим. Лишак скоро шестислотов будет. Ему сейчас Шиву добавят. Этот армор будет очень круто его спасать, опять же, от всех этих некров и так далее. Опять же, выживаемость. У него хп-то уже много. Лотус появится на клокверке. То есть, опять же, клокверка будет лотус, скорее всего, давать для Шака, потому что именно в него постоянно все эти роры, сеточки и так далее. Сейчас просто пойти вместе. Опять же, Аегис, Аегис. Так, подожди. А, я, кстати, все-таки думала, что не ПЛ дадут, а еще... Нагу ловит. Нагу ловит. Нага, скорее всего, здесь умрет. Слип не помогает. Слип не помогает здесь. Она завязала в Слип. Но это Слип вообще никак не помог, потому что в Блокинбаре был Лешак. У нас Лешак догоняет здесь мастера точно цепану, потому что очень жестким успеет у него. И Шейкер хочет ворваться, но хочет, как говорится, и не может. Он попытался поймать Фиссурой, но и пытается теперь просто сбежать. Ну, как мы видим, слишком просто. Даже с таким пиком, именно по ошибкам, каким-то по фокусу, по перемещениям, здесь Кингейминг... Пока... Знаешь, это та ситуация, когда одна команда просто сильнее другой. По всем показателям, да, здесь переигрывают на Слип же. Даже несмотря на отличный пик от Кингейминг, очень, как бы... Слишком большая разница на данный момент в Скире. Ну, то есть... Бегает ПЛ просто. Это было очень забавно. Сейчас просто пойти по одной линии. Опять же, Аегис, Аегис, ОПЛ. А, еще нет, было описано. Ну, скоро уже появится. Там 700 золота остается. Описала... Нага, кстати, ты видел, да? С Ави Золом играет. Кто играет? Нага. Нага? Да, 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 сейчас популярная. Ну, мне, кстати, очень нравится это решение. Это вообще, вот, мне очень нравится новый описал, когда ты, как бы, блинкуешься к нему. Это, вот, например, очень многим таким героям, как в Рейс Кинг, открыло больше потенциала в этом плане. Потому что, например, в ВК, он обязан был покупать дайгер. Даже если ты играешь через Радик, у тебя постоянно кайтят, тебе хотелось бы ворваться там с башерой и так далее. А здесь сейчас у тебя есть больше возможностей, и лично мне вот прям очень импонирует это. Знаешь, единственное, что мне не импонирует, что убрали голду за дина и крипов. Это так неприятно. Кстати, это такая мелочь, там такая мелочь, там даже если ты 40 крипов динаешь, ну вот какой-то, вот, добиваешь крипа, и тебе, как, 5 золота. Ну, ты 10 крипов на линии добил, это, считай, это 2 крипа лишних. Ну, но все равно это как-то так приятно. Сверху? Тир-3 просто падает на халяву. А, они даже не дерутся. То есть, нага, сирена, ну, сейчас вот шторм, кстати, против шторм спирита крайне неприятно заходить на хг, я хочу отметить. То есть, это, наверное, ну, и подловить его получается сложно, но вот сейчас он с крипами разделывался, и все, глифчик работает. Теперь просто по миду, либо дождаться крипов. Ну, нет, по миду, наверное, будет даже лучше, потому что тут и 2 стоит, но Лешак у нас делает телепорт на топ, аегис как бы есть, но зачем, можно и по толпу пройтись, в принципе, а может тут Клоквик с Пелом пропушит мид, и потом прилетит Лешак на своем. Ну, у него, конечно, все очень хорошо, и Шива теперь есть, еще один слот, но это даже не знаю, что он может собрать, на самом деле, вообще в вариантов. Либо Хекс, наверное, Хекс. Ой, тут Апизол был, да? Апизол был в Шторм Спирита, но его просто вытолкнули, подловили за тот же Кира, который спасал своего тиммейта. Он, он собрал форстаф, и вот этот форстаф, он, конечно, ему помог, но не настолько глиф нужно было... А глифа нет? Я понимаю. Ну, Шторм без ванны, пока он дойдет до фонтана. Ну, здесь, конечно, в одну сторону игра. Первая серия была поинтереснее. Сереж, ты тут? Ладненько. 13 тысяч за РНЖ, 26-14 счет, 34-й минутного матча, и в целом здесь уже понятно, что такой ПЛ не должен, допускай, у него очень хорошие слоты. Да тут, в принципе, дело не в ПЛ, дело не в том, кто, насколько ведет. Если ты не смотришь на Нагу Сирену, у него там пусто, нет, у него второй Натворс на карте. Просто понимаешь, что по тому, как играют два этих состава, здесь, к сожалению, сделать просто не в состоянии ничего, не кингейминг. Они неплохо играют, они там не нафидели 20-0 на линиях. Тот же самый Шторм не настолько там линию плохо отстоял, вначале очень хорошо добивал культуру. Ничего страшного, у нас как раз начинается замес, вылетает Клокверк наш Шторм Спирита и БКБ. Ох, как все вышло. Сейчас БКБ просто Шторм Спирита будет закачиваться, но это свежее БКБ, возможно, Рор, хорошо, будут ли Корни, Корни пошли, и Лишак под БКБ. Но ты просто не убиваешь этого Лишака. Лотус, просто огромное количество урона, и все-таки Лишак погибает. А где, а где мой герой, который должен убивать людей? И вот он, а, вот он пришел. И, как говорится, вот он и разбирается. И Клокверк еще Бестмастера зацепил, ну, разумеется, и Бестмастер. Вот в этой ситуации просто у них получилось бить Лишака только потому, что вся... Только потому, что ПЛ вообще в замесе не было. То есть весь урон, который вот нанес, что пришел ПЛ, добил вот этих просто, не знаю, по 200 ХП, Нага, Сирена, Бестмастер, очень богатый. Да, был дембль на Наге Сирени, и Фантом Лансера не было в замесе очень долго. Да, и он очень долго шел. Ну, то есть там, притом, там не очень хорошие тайминги. Нага потрубила сон, она стала драться с ДВД с Лишаком, но в БКБ был как раз Шторм Спирит, и это очень в этом плане неприятно было. Я просто не понимаю этого, Джакира, как-то очень странный игрок для меня по исполнению. Зачем ты бросаешь айс пасс в героя с блокбокинбаром? Он его прожмет все равно. Кинь айс пасс в двух героев, которые стоят сверху, вот здесь вот, которые без блокбокинбара, и ты можешь их задизеблить на какое-то определенное время. Вот они будут стоять, а ты займешься как раз можешь там Лишака стереть, или наоборот их фокуснуть лучше, в первую очередь. Чтоб у тебя суппортов просто уже не было, их сразу стереть, задизеблить, и ты будешь 3 на 5 кайтить уже оппонента, и ты можешь убить всех пятерых. Но мы кидаем айс пасс в Лишака, он прижимает блокбокинбар, да, его убили потом, но все равно, ты тратишь просто дизейбл в пустоту. Хотя у тебя комбинация мощная по героям без блокбокинбара. Клокер, кстати, уже почти с агонимом, то есть там 1300 золота, в принципе, все очень хорошо. Пайп, Лотус, не знаю, как-то в последнее время стали отказываться от блодмейлов на Клокерке, но мне, кстати, блодмейл в этой ситуации все равно нравился. Он вначале очень-очень многое дает, здесь такой стат был, я думала, что он как раз блодмейл, но он решил через худ. Так, Джакира вылетел, 14 тысяч, ну то есть с каждой там минуты преимущество растет и растет. Сейчас по Айеге, Сандроша, например, на 28 секунд. Минута до Тир-4 лесных артефактов, поэтому тоже будет интересно, что попадает, а не Тир-4 уже сильный такой Тир. 14 тысяч у нас за РНЖ, 29.17. Да, Рошана, да, Рошан стоит же, да, он живой? Нет. Или это на паузе зелененький? Ну, Рошана еще нет. Отжимай, проверить? Отжимай, но мы не можем, кстати. Отключается, Джакир. Лансер уже, в принципе, всех тут может переубивать, но это ему еще бабочку какую-то нафармить, да, вот которую он как раз-таки собирается делать, и совсем будет отлично. Опасно, на самом деле, тут летает, так что... Вообще, он без маны, если бы Клокверк сейчас влетел... Попал. А, ну я воняла, и тут описывал. Ну, как говорится... Ну, не манует до конца. Не сжигают, как говорится. Ну, знаешь, ему, можно сказать, еще и повезло, потому что... Хотя БКБ потратил, то есть, я даже не знаю, здесь ничего не потратили, а там БКБ. Ультимейт Клокверка, он уже, наверное, откатился, ну, почти 5 секунд. Ну, я описывал там 10 секунд, если они ничего не потратили. Рошан полтора минуты. Что у нас спасло там? Что он как раз... К Рошану у Пэла появится бабочка. К Рошану у Клокверка появится, скорее всего, Аганим. Лишак Актарин. Лишачок Актарин. И он будет очень круто отжираться под Актарином. А Бейн подготовит площадку для Рошана. Кстати, на самом деле, если... Если Кингейминг хотят как-то эту игру еще поиграть, для них идеальный тайминг купить сейчас кого-то и самим забрать Рошана. Потому что РНЖ могут просто не захотеть байбекаться. Мол, у нас и так хорошо. Я думаю, они будут байбекаться. Ну, может... Они должны байбекаться. Вот, если сейчас, например, кто тут у нас погибнет. Лишак. Вот он купит условный Актарин и погибнет. И он не сможет байбекнуться. Если вот как-то подловить вот этот тайминг. Это может быть какая-то, ну, отдаленная камбэчная. Ну, или, по крайней мере, это даст им шанс. Лишаку бы сейчас что-то из серии Шляпа бы. Найти бы на тех же серии, но у него и Призма. Спелл Призм. Хотя она ему не нужна вообще. Это именно на выживаемость? Плюс 1200, минус 400. Я подумала, что ты про пиратскую шляпу, которая дает золото. Я сейчас думаю, это же вообще Птерп-5 артефакт. Ну, там спелл Призма у него... Она ему не нужна спелл Призма особо, мне кажется. Уменьшает перезарядку всех предметов и способностей на 20%. Так, знаешь, это как-то неплохо для Лишака. Так, и вот. Атака в спине у нас происходит, нужно всем бежать. Вообще никому здесь нельзя умирать, потому что они сейчас и драгу проиграют. Лишака не успели вкуснуть. Зато успели вкуснуть чуть по более важного героя. И... Вот он. Ну, наконец-то ты кинул, хоть грамотно его. Его просто не пробить. Это Лишак не убиваем. Это БКБ у него нет, но это не отменяет того, что сейчас вот здесь Нага Сирена погибнет. И ОПЛ вместе с Трентом дожмут. И вот идет Лишак, посмотри, на него был фокус. Он фуловый. Он просто фуловый. Снага без байбека. Снага без байбека не показывают в турон по ходу. Мы пойдем, да? Я думаю, что тут просто... Лишак вообще пробить, там уже его никак не пробить. Он первый раз вот за игру кинул нормально айс пасс. Вот кинул бы он... Кидал бы он раньше такие айс пассы, они бы вполне возможно, эту игру бы и выиграли. Да, это Гагар, ведь мы атакуем. Без Наги тут совсем никак. Ну, кинам еще, конечно, многому нужно учиться, сыгрываться и набираться опыта. Потому что, ну, очень много брака от них. Всякого разного. Я, конечно, докапывался до вот этой комбинации. Ну, как бы эта комбинация, она в принципе рабочая. Она просто очень легкое в исполнении. Думаю, что вот почему ты такой акцент на этом ставил. Ты знаешь, как пытается. Ну, сон он долго действует. Кинул сон, выбери грамотную позицию, посмотри. Выбери угол, прицелься, там, ветер, азимут, все там. И потом киняй с пасс по большинству персонажам. Особенно это работает в начале игры и в мид-гейме, да. Пока нету огромного количества блокенбарфов, пока герои там худые, и ты можешь реально вот за скиллы, пока у тебя сильные скиллы, а не пока ты там с руки бьешь, да, и все зависит от армора и от хп. Пока скиллы у тебя сильные, ты убиваешь только за счет скиллов. Эта комбинация работает очень круто. Но как только ты переходишь в лейт, то тоже она работает круто. Но все равно ты видишь, да, когда такой перефарм идет, ты уже никого не можешь пробить нормально. Все так, согласна с тобой полностью. Ну что же, дорогие зрители, а мы с вами прощаемся. Спасибо, что осмотрели нас. Не переключайтесь. А, на самом деле переключайтесь. Завтра, кстати, в это же время, по-моему, начинается. Но в любом случае DPL у нас будет идти просто каждый день. Поэтому здесь китайская дота будет на мало. Но мне очень интересно, что будет дальше с Юби. Я думаю, что у нас будет информация уже через несколько дней. Мы уже обсудим, потому что там, я слышала, отправили в запрос Valve. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Хорошего вам вечера. Спасибо. Спасибо.